Женя, привет! Здорово, рад тебя видеть. Да, наконец добрался тебе подарить книгу. Ну, все тоже, у меня же одна книга. Вот. А вообще, познакомились мы довольно давно. Лет эдак 10 назад. Я думаю, что скорее около 10. Больше. Тогда был изоплит? Ну, был реабилитационный центр, детский реабилитационный центр был. И Алексей тогда для детей делал занятия. То есть у нас всегда беспризорников было много, до 30 человек доходило. Это была хорошая история. Да. Два раза я на детском был, один раз на взрослый зашел. Ну, у меня нервы хорошие, ну, нормальные. Вот. Но на взрослом да, было круто. Я там тоже лекцию прочел. Больше 300 человек у нас тогда было в общей сложности. Вот. Вот. Вот такое время было. Да. А сейчас вот я пришел в гости и заодно увидел в музей Нигьянской иконы. Может быть, я когда-то туда и заходил давно. Но это было совсем давно, когда еще мы даже... Это, наверное, когда мы знакомы. Когда вообще музей начался? 20 лет назад. Нигьянской иконы 20 лет. Это был первый частный музей иконы в России. И сейчас их два. Один здесь, один на свет. Но это считается одним из лучших музеев в стране. То есть он очень качественный. И у нас никто как-то билет мы не покупали. Это для всех, да? Словом, в 18 лет этот музей был бесплатный. Полностью бесплатный, да? Знаешь, у меня в свое время Миша Абрамов, который сделал второй частный музей. И Миша Абрамов, мы как-то с ним сели выбивать, он говорит «Удивительное дело, в стране два частных музея иконы. Оба, говорит, бесплатные. Оба придумали евреи». Так бывает. Да, ну я бы мог... Да, тоже... Это такая глубокая тема, интересная. Я бы мог перечислить... Ну, люди скромные, я не буду их перечислять, кто мне помогал с каналом. Там тоже такой есть большой крен в эту сторону. Да. Ну и вообще, так сказать, национальности очень разные представлены. Так что это... Да, здорово! И... То есть, а ты их собирал как? Ты их собирал как бы ну, везде по чуть-чуть, да? Слушай, я покупал, я их собирал. Их покупал уже коллекциями. Их разыскивал на западном антикварном рынке. То есть, это отдельная история. Ну, я иконами занимаюсь больше сорока лет. Слушай, а можешь сказать, вот допустим, ну, если кто-то из тех, кто нас смотрит, не в теме. Вот Невьянская икона это вид иконописи, да? Что это? Вид иконописи. Скажем так, Невьянская икона это последняя русская, самая поздняя русская иконописная школа. Это вершина уральского горнозаводского старообрядческого летонописания. Это икона, которую создавали старообрядцы здесь, на горнозаводском Урале. Здесь металлургию на частных заводах ставили старообрядцы. Жили они компактно, дружно, возле заводов. Они были люди, при всей своей консервативности, они были люди очень продвинутые. Ну, что касалось любых технических новинок, умели брать лучше, умели внедрять. При этом они были поголовно грамотные, ну, при этом не гурили, не пили. А старообрядческие вообще не запитили? Ну, слушай, нельзя, но понемножечку можно. Все это бывает, но в целом, как института, такого не было, пьянства, и они на заводах не давали ставить кабаки. То есть, я видел письмо, которое написал один из Демидовых, написал Петру Первому, что можно, мы кабаки ставить не будем, а я лучше за это деньги не отдам. Ну, если казна недополучала... Да, понятно, казна получала таким образом деньги, да? То есть, как сейчас реклама на каналах, тогда кабаки были. Здесь, здесь еще 18, там по целости на века здесь крестьяне вот рядом на Шахташе, вот куда мы с тобой ездили, на Языклип, там крестьяне боролись и к ним посылали воинские команды, пытались поставить кабак, они не дали себя поставить кабаку. То есть, сопределялись воинские команды и кабака там не было. То есть, ну, по-круто, ход был, да. Круто. Круто. Это круто. которые умеют держаться с достоинством, с уважением относятся к окружающим, всегда знают, что происходит вокруг. Ну, и не просто так, все промышленные капиталы, там, в конце 19, начале 20 века были сосредоточены в руках восторобряется. Все Морозовы, Щукины, Мамонтовы, то есть, это, ну, все восторобряется. Понятно, понятно, да. И ты собирал все, 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 то есть, это как последние несколько веков но самое раннее здесь икона. Здесь чем, в чем смысл еще такой музея? Здесь самое раннее находится икона Невьянской 1734 год и самое позднее в 1919 до 1. То есть, весь спектр Невьянского иконописания здесь присутствует. Ну, и, конечно, здесь привязка к Горнозаводскому Уралу, потому что ареал Невьянской иконы очень узкий. Это Невьянск, Нижний Тагил, ну и с конца 18 века начинающий икоперенбург. Очень узкий ареал. То есть, она сохранилась именно здесь. А в происовском уже не писали, да, практически не было? Ну, я вот сейчас нашел, я нашел, последний иконописец работал до 1934 года в Верхневенске. Такой был Невьян Осипович Калашников. Вот. Да. И это твоя, как бы, как я понимаю, это твоя профессиональная деятельность и диссертация, да? Ну, слушай, я историк, исследователь, я этим занимаюсь много-много лет, и мой научный интерес, я никогда не прекращал заниматься, сейчас что-то про эту тему пишу, читаю, издаю. То есть, мне есть чем заниматься. если можно, личный вопрос, ты сам верующий? Слушай, я, конечно, верующий, но это не значит, что я верю, что на облаке сидит какой-то дедушка. Это все на самом деле немножко глубже и серьезнее. Но я столкнулся с тем, что многие ученые, серьезные, особенно естественники, оказались людьми верующими. Я, например, верующий человек. Я не скрываю это. Я, безусловно, человек верующий, потому что я понимаю, что без божественного начала ничего бы не было. Знаешь, когда мне когда ты говоришь, ну как человек появился? Ну так, понемножечку из обезьянки. Ну послушай, ну вот машина, вот машина, ну она достаточно сложная, ну ее же кто-то создал, а человек в миллионы раз сложнее любой самой сложной машины, ну как он сам появится? Да, мне тоже это смешно. на самом деле, это один мой любимый холивар, который я постоянно в Москве веду. Меня очень часто спрашивают, как ты, математик, доктор наук, можешь верить Бога? А как я верил? Ну, конечно, я не верил, ничего. Слушай, я тебе даю очень серьезное подсказку для поведения, аргумент убийственный вообще. Если Бога нет, то тогда откуда Божья коровка? Все, шаг и математик. Да, да, это отлично, отлично. Но у меня там свои есть, там есть несколько, я вижу в математике несколько путей, как вот, вот очень сложно, вот математику, опять, прямо признаков Божьего существования есть. Слушай, я считаю, что и в биологии, и в физике, и в химии, то есть это то, что подтверждает божественное начало, если ты это находишь в математике, то есть это еще и еще более серьезный аргумент. Самое главное это перешагивать через бесконечность. Математика, сейчас, ну как бы, инструментарь математики, предельные переходы, это перешагивание через бесконечность. Это уже начинается математика на уровне философии. Нет, это же сходимый следок. Ну, увидишь там. Там, там, некоторые суммы можно просумировать, некоторые нельзя, и это совершенно, это сторонний формул. Для любого экшнл существует депетта, для любого числа n можно взять только слагаемых, что она дышит. Ну, я тебе и говорю, что она уже на уровень философии выходит. Да, это так проще. Да, понятно, понятно. Но ты не, не как, не стиришь себя староврядцем или там, верующим или православным в целом смысле. мне это, во-первых, очень сложно, потому что я наполовину еврей. Но это не ваша абсолютно в православии в общем. Да, в православии мокр, но мне не хватает ни там, ни там, ни там, но в целом я, конечно, человек верующий. Да, понятно. Я еще хотел, на самом деле, расспросить про мультиспорт. То есть, я как бы сам большой фанат от огромных выходов. И самый такой крутой выход, который мы делаем, раз в год мы делали выход сто километров за один день на лыжу. Ну и вот, как бы мы, ощущение, да, как организм, да, вот этот вот, ну, вот этот акт насилия над ним, да, как он переживает и как он с ним свыкается. В общем, постепенно, от года к году организм все спокойнее на это реагирует. Слушай, ну, во-первых, организм в самом начале должен понимать, что легкой жизни у него не будет. Он должен быть готов. Раз его запередали после рождения сразу, значит, все, это понятно же, что его ждет. Ну да, а ты хочешь еще более крутую штуку, которая называется РНР. Мне она не доступна, потому что я не могу плавать. У меня там, ну, в силу нет, свойств, медицинских, чисто, врачебных, я плавать не могу, у меня кровь сразу выходит из рук. А ты делаешь РНР. Слушай, я тоже не могу плавать. Я когда, если я ничего не делаю, то я тону. А там очень удачно, там очень удачно ты плывешь в гидрокостюме, а он не дает. А ты в гидрюшнике, да? Ну, конечно, что я? Слушай, во-первых, прохладно. Как вообще это все устроено? Вот, когда старт... 4 градуса отдал, я прошу прощения. 4 или 6? А, это водичная водичка, да, еще? Нет, ну, я нормально. Я плыл, когда было 19, но все равно для гидрокостюма поприятнее. А как... 3 старта подряд, этот? Нет, это один старт. Это ты с вечера, то есть, что такое Iron Man? Это 3,8, 3,860 плыть по открытой воде. После этого ты садишься на велосипед, едешь 180 километров, а потом спрыгиваешь с велосипеда и бежишь в марафон. Вот. И там, ну, вся фишка такая заключается в том, что в марафон ты бежишь после 180 километров на велосипеде. Потому что проплыть можно, проехать можно, собственно, пробежать можно. А все это вот в таком порядке. Вот. Но вечером есть такое понятие транзитная зона. Вечером ты приходишь в транзитную зону, вешаешь велосипед, шлем, там, все, в другую ячейку кладешь все, что тебе надо для бега, после того, как ты повесишь велосипед. Ну, и настраиваешься на плавание. Утром дают старт. Ну, это, как правило, масс-старт или ролик-старт там, ну, частями отпускают. бывает масс-старт забегают в воду и вот тебе надо проплыть, выйти из воды, выйти из воды, быстро переодеться, скинуть гидрокостюм, это непростая история, быстро переодеться, прыгнуть в велосипед, причем велосипед ты должен везти бегом, до выхода на крассу ты на велосипед там садиться не можешь, там ворота специальные, но как только ты взял велосипед, ты обязан быть в шлеме, то есть, если ты не в шлеме, тебя снимут сразу, вот, поэтому все, выходишь, едешь на велосипеде 180 километров, приезжаешь, ставишь велосипед, после этого снимаешь шлем, надеваешь кроссовки и выключить глаза, бежишь на рафон, вот, но с непривычки после велосипеда бежать невозможно, то есть, это надо, конечно, тренировать именно бег после велосипеда, но это серьезная очень история и для меня это было принципиально, я равно сделал, когда мне было уже 57 лет исполнилось, ну, то есть, только что, на самом деле, на 58-м году жизни, готовился я в год, мне оказалось, долгая это была подготовка для меня, потому что я несколько раз выходил на пик формы, потом ломался, потому что, когда ты подходишь к пику формы, там, знаешь, холодильник открыл неудачно, там, прохладно все, и взял, заболел, или форточка открытая, то есть, сносит моментально, когда ты близко к пику формы находишься, поэтому, я несколько раз подходил, несколько раз меня сносило, в конце концов, я уже перед стартом заболел, две недели бежал, потом уже, думаю, все, лишь бы только дотянуть до старта, ну, и все, но, поскольку я, как все евреи, я человек осторожный, я так мажу за 100 метров до светофора, поэтому, я с самого начала, на старте, когда надо было плыть, я поднул потихонечку, я думаю, куда я тороплюсь, что я плыву себе, и плыву, чуть не уснул, на велосипеде, сколько ты времени затратил на плавание? час двадцать два, час двадцать два, да, ну, я могу, я могу на плавании у себя выигрывать, ну, реально, сам у себя могу выиграть, там, минут 10, минут 10, минут 10, ну, не факт, что я бы после этого, нормально поехал бы, так, 180 километров, это часов уже, наверное, 7-8, ну, я 7 ехал, я ехал, не 7, около 7 часов, но около 7 часов, но я себя со второй части дистанции, там два круга в Сочи, там подъем, там подъем уже еще, да, раздельно, ну, уходишь в Красную Поляну, возвращаешься, снова на Красную Поляну, возвращаешься, там подъем достаточно серьезный, и я первый этот круг проехал, там, ну, за три часа, а второй этот круг я уже сбросил сознательно, потому что я вспомнил, что мне надо бежать, поскольку я человек очень осторожный, ну, все, когда побежал, когда побежал, моя задача была просто добежать, потому что я видел людей, которые за 50 метров до финиша ломаются, их уже себя поднять не может, мне так не надо, вот, потому что я человек по живой, я не знаю, я не знаю, будет ли у меня вторая попытка, поэтому я очень осторожен, у меня марафон был очень долгий, теперь, да, какой ты, что, у меня общий результат был из 14 часов, отсечка 16, час с лишним плаванья, 7 этих самых, и оставшиеся больные, да, я скажу, из того, за сколько я бегаю обычный, естественно, поэтому у меня марафон, я, моя задача была не переходить на шаг, я его просто ковылял потихонечку, ковылял, 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 и моя задача была не остановиться и добежать, потому что, ну, куча народа ломается на глазах, там скорая собирают, и я финишировал, там, из 14 часов, то есть 13 с чем-то, и очень доволен, в принципе, можно повесить ковыльки на гвоздик, но я потом отдышался, через какое-то время подумал, думаю, ну, я сильно не буду, но один раз надо все равно подтвердиться, чтобы для себя знать, что-то было не случайно, поэтому потихонечку держу сколько-то форму, ну, и там, ближе к весне начну снова, обалдеть, а ты ешь в это время, да, где-то там еще как, еще как, это очень важно уметь есть, причем гели, вот эти гели, вот это питание косомашка, когда ты бежишь там, выдавливаешь, ну, они что-то вштыривают, но чего-то такого не дают, на дугу гели, а мне помогают батончики, когда велосипед, батончики, но на ходу очень сложно, во-первых, сухо, безвоживание серьезно, все время надо пить, пить надо все время, все время надо есть, я просто вставал, в подъеме, там, среди подъемов вставал, на пункте питания, и спокойно съедал свой батончик, забивал, а потом снова вставал на педали, и догонял тех, кто меня обогнал, вот, я лучше остановиться, нормально поесть, там, плюс-минус, ну, я не гнался за результатом, я не бился за ситуацию, поэтому, главное было, просто, я финишировал, все, на сотни я так же, я иду, я знаю, что мне нужно ее пройти, но если уж я стартовал, мне хочется ее пройти, я не стартую, и некоторые, когда очень холодно, меня убивает холод, если минус 10 и ниже, я не ударю на сайте, после 3 года было тепло, я когда бегаю, тренируюсь, я до минус 15 тренируюсь, с минус 20, я лучше пойду в зал, вот, то есть все равно, вот с лыжами у меня тоже, ну, ребята говорят, ну, 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 конечно, я вокруг тургаяка бегал, и когда я был маленький, я бегал так, я позавтракал, потом я на лыжах отбежал весь тургаяк, вот так, по периметру, 43 километра, и обедаю после этого, вот, но вот, сотняга у нас там, это 3 этапа, то есть 35, потом еда, потом около 30, еда и обратно, это очень серьезно, я раньше, когда молодой был бодрый, я что-то, если это, я пробегал мимо пунктов питания, что я буду там трогать время, сейчас я не пробегаю ни одного, я сижу по полчаса там, ем, пробежал 35 километров, сижу и ем полчаса, потом еще, и еще ем, ну, слушай, ну, во-первых, мы же никуда не трогаемся, че это? уже все, да, торопиться нету, да, прихожу где-то так, во второй, ну, ближе, скорее, середина, чуть дальше, чем середина, ну, где-то так, 50, 50, 60 процентов, там еще зависит от погоды, в некоторую погоду лучше получается, потому что, там, когда мокрость нет, и 0 плюс 1, народ в масть не попадает, а у меня лыжи специализированные, которые, с покрытием, которые, ну, они нормально по выбору не медленнее, не гораздо, а зеро называется, а зеро это то, что под колодкой, у тебя сочетную пластику, ну, чешуйки, чешуйки или это, да, но это еще, это чешуйка, я так, 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 у меня, по лыжам первый разряд, но он был у всех первый разряд у нас, потому что у нас первый разряд был в те годы, это надо было бежать 36-30, 36-30 надо было бежать, на первый разряд десятку, вот, поэтому все бежали, ну, а пятерку там за 18 тоже все бежали, вот, у меня были лыжи деревянные, были деревянные лыжи, палки были, ну, тогда они назывались титановые, такие палки были, вот, я то сих пор на титановые, да, коньком тогда, коньком тогда можно было, ну, к старту там подъехать, там два-три движения сделать, но коньком тогда не бегаешь, лыжи были деревянные у меня были, скан там деревянные лыжи там, вот, ну, сейчас много разных техники развелось, есть техника, значит, есть нано-гриптор, так называемый, там вообще, пластик весь, там всю длину особой, он не проскальзывает вообще, но он хуже скользит, а есть комбинированное, когда под колодкой идет другой пластик, а в остальной части шикарный, это патномиковский пластик, ну, так всегда, это вздобно, так делаешь, что под колодкой другое, и вот сейчас уже реально, так это сильно конкурирует уже с мазерами, на мой взгляд, но я-то давно перешел на это, я с руками, у меня замерзают руки всегда, почему я плавлю в угол, у меня сразу замерзают руки, и с лыжами тоже, если я достал, значит, это размажу, все, все, а так, через две недели у нас, до Минича уже, 16 февраля у нас сегодня, если снег сохранится, сейчас чуть-чуть выпало, под носковью снега, все, давай, что людям интересно скажем, на два вопроса, слушай, а можно задать тяжелый вопрос? Дело в том, что у меня есть много друзей в Екатеринбурге, и даже среди православных друзей, два разных лагеря, в вопросе того, как относиться к Алтушкинской идее, про храм, послушай, и ты скажешь, что ты про это говорил? Послушай, я, во-первых, я этого парня знаю, Алтушкин, да, он неупыль, он трудоголик, и он начал работать с 15 лет, с женой и с тещей жил в комнате в общаге, когда начал медиа заниматься, он прошел все пути сам к нему, никто никакого наследства не оставил, он прометь знает все, что про нее можно знать, и, судя по всему, по тем темпам, у него году к 23-му это будет крупнейший производитель медиа в Европе, это первое, почему я про это говорю, потому что я прометь многое понимаю, ну, в силу того, что я историк, и занимаюсь годно-газовским уралом, вот, это первое. То есть, он продолжает делать денег, на самом деле, по сути, он реально, он реально, он реально заводопромышленник, ну, со всеми ретиками, с психологией определенной, и так далее, вот, был бы он другим, он бы никогда в жизни ничего не создал, это первое. Второе, вот эта история с рамом Екатерины, ошибка была сделана, даже не теми, кто хотел его восстановить, во-первых, вообще, это Градо-Екатерининский собор. Градо-Екатерининский собор, он, ну, с Екатеринбургом единовременно в свое время ставился, вот, потом перестраивали, делали, у него очень славная история, Градо-Екатерининского собора, он всегда был в центре города, и у него история такая, что, когда большевики все рушили, там в 18-м году, у них была гигантская библиотека, сестринство было, там, всегда благотворительность, в 18-м году там очень многие нашли приют, вот, в 30-м году его, в частности, еще из-за того, что они людям приют давали, в 30-м году его разрушили, и от него не осталось ничего, там была гигантская библиотека, там очень интересный иконостас был, одна рекона от него осталась, и поэтому, собственно, восстановление Градо-Екатерининского собора, ну, это совершенно нормальная, понятная история, я бы это с удовольствием себя поддержал, но, когда они искали место, им власть пообещала, подсунула, ну, там, проблема была в том, что у Игоря была идея, посреди пруда поставить, у него архитектор хороший занимался, прямо посреди... Это Георгий Сецкий, да, Нет, городской. А, городской. Георгий Сецкий, он там выше по течению, поставить посреди пруда, уже был... А, ой, я перебутал просто, которые заплатили сразу? Да. Все, вообще-все-все-все-все. И на самом деле, ну, люди были возмущены, ну, с чего вдруг, пруд это общее, тут будет что-то стоять, и так далее. Тогда, и городские власти, и областные, стали искать, и предложили место, там, на месте сквера. И как-то так отнеслись люди, ну, вроде бы не на пруду, на месте сквера, но, ситуация, весна, все зацвело, куча народу с детьми, гуляет так красиво, и вдруг там появляются заборы. Вдруг появляются заборы, все вдруг понимают, что сейчас сквер снесут. И, конечно, там, молодые сразу, то есть, поднялись, как это так, только что мы тут были, а тут нас уже и нету, и такое неуважение, а с другой стороны, тоже екатеринбуржцы. Они начали этот забор отстаивать, дети сносят, это держат, там, ну, дошло уже до такого, эта ситуация была, ну, в миллиметре от гражданской войны, потому что все наши дети были там. Все наши дети, у меня дочь была, мы товарищи там, там мне товарищ мой звонил, мы серьезно, там я говорю, они там говорят, казаков подводят, давай-то я тоже начну тогда людей собирать. И оно вот так вот было. И в то время, когда власть должна была вмешаться и сказать, стоп, никакого строительства, люди против, будем искать другое место, все, остановитесь, ничего не будет. В это время губернатор просто спрятался, я в домике. Понимаешь? Вот он нахрен здесь был вообще не нужен никогда. И вот это был первый момент, когда был нужен. И все, не оказалось. И когда уже стало все по-серьезному, по-настоящему, уже вмешался президент, реально Путин сделал заявление, если люди не хотят, строить нельзя. Все, то есть это был сигнал, по вертикали послан, это как-то сняло напряжение, и потихонечку эта ситуация как-то устаканилась. Но проблема была в том, что на этой стороне и какие-то курсы, а на той стороне тоже и какие-то курсы. несколько друзей. причем люди, что здесь люди, которые родились и выросли, что там люди, которые родились и выросли. Но потом, знаешь, я еще раз скажу, что это не упырь. То есть он столько для людей сделал, и, знаешь, даже, то есть то, что он поднял кышлин, просто изруин. То, что он сделал, один из лучших в России заводов, там, в Великом Новгороде, то, что, это я знаю, просто он нигде не упоминает, четверть века существует благотворительная столовая, где кормят полторы тысячи человек в день. Четверть века, он об этом нигде не говорит. Понятно, что у него свое видение там. Причем, он, как любой горнозаводчик, понятно, что его видение, он ощущает, оглушающие свою правоту. Потому, что у него все получается. все понятно. Заводы, люди работают, все идет вперед, иметь стратегический металл для страны и так далее. То есть на этой стороне люди говорят, ничего себе, если ты горнозаводчик, почему-то ты занимаешь территорию города и так далее. Но такое обычное столкновение. Но кроме всего прочего, ну что, человек 2,5 тысячи детей просто за свои деньги лечил в Германию, в Израиле. Ну, ему есть за что тоже спасибо сказать. И вот то, что возник такой конфликт, такие имиджевые потери, ну, самые большие имиджевые потери понесла, конечно, в русской православной церкви. То есть мы это ощущаем и видим. Но, слава, как раз такое. История решилась очень просто. Все решилось очень просто. Им сказали, там он и Андрей Казицын хотели строить. Сказали, у вас есть своя территория вот где-то вот? Ну, есть там. В свое время выкупили приборостроительный завод. Устройте там. они, Игорь провел, там, часть еще этой территории надлежала Альфа-банку. Игорь провел переговоры с Альфа-банком. Альфа-банк уступил, ну, договорились, они, что у них переселят. Это в центре города, приборостроительный завод, он уже давно не функциональный, архитектура, ну, такая дикая там достаточно. Там в свое время собирались строить гигантскую библиотеку, но тут война, и поэтому все туда перевезли, и он вот в такое время создавался. Вот. Все, они уберут приборостроительный завод, поставят там храм Святой Екатерины, они вкладываются туда. А, ну все, то есть, близко все хорошо. Да, они так посмотрели. Да, и там будет выход, улицу пробьют одну, другую, выходы дополнительные в плоти, то есть, ряд плюсов. Ну, в конце концов, они это сделают, они это делают на поминь души, это не коммерческая история, а именно такая, там будет мозаичный, иконостас, мозаичные полы, то есть, они будут вкладываться всерьез, ну, кто-то говорит, вот они себе памятник хотят, ну, послушай, ну, церкви в России так и строились, как себе памятники, и люди на поминь души, но отдавали последнее, чтобы, вот, это нормальный, совершенно русский такой процесс. Я понял с собой. Поэтому, самое главное, что наконец-то снялось это напряжение, все, оно снялось, и потихонечку оно уладится. Представляешь, мне каково, я знаю людей с этой стороны, знаю, я тоже сам, я даже знаю, я знаю собой старое. Слава Богу, что оно закончилось, но, у многих людей осталось, что это экспансия, экспансия церкви, вот, и, так, очень настороженно, я просто и по музею вижу, что... Ну, не знаю, как в Симбурге, в Москве церкви реально не хватает. Вот правда, то есть, в воскресенье переполнено. У нас, так бывает, такие люди, в церковь никогда не ходят, но говорят, у вас они пустые стоят. Я говорю, а когда ты заходил-то? Ну, вот, в среду днем заходил. Понятно, да? То есть, церкви переполнены выходные, этого вполне достаточно, чтобы строить их еще. Но, вот, есть такая вот оппозиция, которая, не строится в эти церкви. Вот я в них категорически не согласен. Смотри, смотри, их не хватает в центре, их не хватает в центре, потому что все идут в центр. Все идут в центр, места намоленные, известные, такие... Вот я думаю, что это связано с этим. На самом деле, как показывает жизнь, у православных не так много. Ну, и не так мало. Вот. На самом деле, процент растет. И не так мало, но отношение меняется, потому что это становится в центре. естественно, когда это как виллеры, да, через... Но ты как историк, лучше меня знаешь. Когда церковь начинает обслуживать власть, ну, конечно, это, В свое время у русской православной церкви был такой исторический шанс стать, ну, действительно, властительницей умов, таким общерусским судьей. Ну, вместо этого они начали торговать спиртом роял, сигаретами и так далее. Это очень сильно многих тогда осадило. Но сейчас, когда церковь слилась с властью... Ну, на самом деле, для человека верующего церковь это вообще никуда уходит. Я как раз это понимаю, но есть замечательная... Это и самое главное. Есть замечательная русская пословица церковь не в грёвнах, а в ребрах. Нет, недавно был как раз. Будет выйдет сейчас... Андрей Ткачев такой есть, священник, с ним побеседовали про разные вещи. Ну, в основном мы побеседовали про то, какие есть свидетельства о существовании Бога и так далее. Но, в общем, я нет, я такой, как бы, я человек, который считает, что церковь это не государственный институт, а это обществь людей все равно. Вот что-то и дело. То есть, как бы, обществе людей, а также, ну, все, что к этому прилагается, все равно тоже необходимо. Доказательства существования Бога это то, что мы есть. Уже, какие еще нужны доказательства? Ну, и, конечно, наличие Божьей коровки. Кстати, еще такая вещь, вот, если вдруг, я не знаю, может, если вдруг с Игорем будешь быть, вот мы сегодня ехали мимо, ну, из этих институтских зон ехали, где за МШ, да, выезжали. Там связи вообще нет никакой, это вообще круто, очень-очень глупый угол. Там загораживает берег и сети высокие, видимо, загораживает отмышленные. Вот, выехали и там вот, я не помню, как деревня называется, там большая довольно деревня, церковь разрушена. Такая, видно, что начинали строить, но, видимо, не застроили. Если вдруг, вдруг какой-то момент Игору захочется как-то в этом участвовать. Там проблема, проблема, я скажу о письме, что берег очень много разрушенных из них памятники. Из разрушенных церквей часть памятники. Памятник восстанавливает эту мобильничество. Куча, эти говорят. Куча лицензий аккредитованные. Я так и чувствовал, я так и чувствовал, да, мы немножко спорили. Второе, да, второе, новое построить в сто раз проще, чем сейчас, чем вы сказали, Мало того, все эти вот горно-заводские поселки, где кипела жизнь, они сейчас находятся в упадке и есть, где живут, остались только датчинки, церковь стоит, остались только датчинки. Поэтому... Но это не тот случай, там деревня настоящая. Ну, в общем, да, я понимал, что есть какие-то, наверное, аттрегации. Слушай, а в совершении можно такой вопрос еще? Ты, наверное, знаешь Шакайна? Ну, знаю, конечно. Роман, да, с ним? Дружите? Ну, когда-то был мой товарищ, я всегда к нему хорошо относился. В детстве как-то я все слышали, и сейчас, в общем, часто поем играем. Ксень Гург, наверное, все, друг друга знают, кто он? В Берембург и все друг друга. Слушай, в Москве это все друг друга. Даже в Москве есть кто-то в Москве, да. Понятно. Женя, ну, спасибо огромное. Круто. Будем дальше дальше. Удачи, всего хорошего. И смотри, я если что-нибудь подумаю, там, какие-нибудь лекции может быть для детей, где-нибудь приют, еще что-нибудь. Я сразу тебя найду. Да, да, я в городе бываю раз полгода примерно. Все, давай удачи, рад тебе. Счастливо, спасибо. Все, я погнал. Супер.